Еще 5-6 лет назад Рик Еф был одной из самых обсуждаемых рэп-звезд в России. За их противостоянием с гнойным следила вся индустрия, а их батл стал ярчайшим событием 16-го года. Если раньше основные просмотры для Versus Battle приносили крупные имена с большим бэкграундом вроде Окси, Гарри Топора или Драго, то Рикки стал первым батлером, кто в рамках площадки прошел путь от ноунейма до звезды, заняв лидирующие позиции по числу просмотров батлов со своим участием. Впереди него только Окси и Слава КПСС. Параллельно с успешной карьерой батл рэпера, Рикки имел успехи в музыкальной индустрии. Его клипы собирали миллионы просмотров, сотни тысяч людей слушали его треки, солд-ауты на концертах, фиты с представителями новой школы, никак не связанных с батл рэпом, вроде Лизера и Кристалл Курьера. А учитывая, как сейчас далеко друг от друга условные мелан-мьюзик и актуальные батл рэперы, карьера Рикки в то время кажется сказкой наяву. Но что же с ним стало сейчас? Куда пропал любимец ресторатора и гострайтер в Сияруси? Разберемся в этом видео. Погнали! Для начала поговорим про батловый путь Гены. Как подобает времени, Рикки начинал с онлайн баттлов. В 2011 году Гена подает заявку на 9-й официальный батл и не проходит отбор. Лавины застыли. В Питере стали разводить лишь наполовину мосты. Не научился кортавить и хребеть, так что ловите посыл. Чтобы взять в руки майк, даже Посейдон трясутся. Отбросил так, что все, кто андерготер, кроме него по сей день трясутся. Через 2 года Гена попадает на 15-й независимый. И тут выступление было куда удачнее. Он прошел до 3-го раунда. В 2014 году Рикки получает опыт оффлайн выступлений. У него было 3 баттла в первом сезоне слова Moscow. 2 победы и 1 поражение будущему финалисту Halfo. Эти баттлы не снимали, поэтому оценить качество выступлений невозможно. Параллельно с баттлами, Рикки развивала музыкальную карьеру в коллективах Underwater и Neyra 664. В обоих группах напарником Рикки был тот самый Коля, благодаря которому Гена и попал на версус. Сначала в качестве зрителя, во время баттла в Коле, ну а потом и полноценного участника, заменив того самого Колю, который не смог приехать на баттл с Лодосом. Окей, к тебе не раз, братаны, приходили палку бросить, но ты орал, я не гей, у меня просто пидорская кость. Гена на скорую руку написал текст в поезде и выступил в маске. Учитывая столь экстремальные обстоятельства, он неплохо справился с поставленной задачей. К слову, на одном из ивентов Версуса Гена знакомится с рэпером Алфавитом. Их творческий путь впоследствии будет долгое время тесно связан. В 15-м году Гена решает выступить на Версус Фрэшблат. Он подает заявку и проходит отбор на второй сезон. И вокруг меня так много МЦ, путая снова на контрольной по физике. Но я нашел две причины все. Почему каждый обиженный мудак заявку пишет на Версус Фрэшблат. У них, видно, началась твоя писька по утрам, полезти триться на кровать, чтобы ее выебать в пердак, но в ответ услышал, ты же мне как брат. Уже с первых этапов стало понятно. Этот парень фаворит, а особенно после баттла с Сином. Ты читал строки, у меня опухоль в голове, и что ты мне скажешь на это? Ммм, что бы сказать, а у меня ее нету. Изначально баттл не получил широкой огласки и цитируемости. Но стоило Окси похвалить Гену в Твиттере, как число фанатов Рикки Эв стало расти с огромной скоростью. В то время раунд про рак был новаторством и значительно расширил границы дозволенного на баттлах. Пошел к доктору, спросил, ну и когда я излечусь, смогу наслаждаться своей жизнью? Он сквозь смех тебе ответил, как дарак на горе свистый. Поймав звезду и завышенное ожидание от публики, Я наблюдаю тебя, будто ебаная барокамера, не выгони я тебя, выгони за барокамера, не верил в это, блядь, сука! Гена проигрывает в полуфинале Хосу, который прыгнул выше своей головы. Но даже из поражения Гена извлек выгоду. Дело в том, что в день выхода финального баттла между Букером и Старухой выходит клип от полуфиналистов Млечного и Рикки. Я не верю в тот финал, где билят бабки 60 на 40, этот сезон мне стал так дорог, но вы убили все, как Декстеры, а тут финал позорен. Где они плачутся о том, что настоящий финал должен быть между ними, что жизнь несправедлива и все такое. Несмотря на то, что это выглядело отчасти жалко, песня хорошо разлетелась и клип набрал полтора миллиона просмотров. Для рэперов с Версуса цифры огромные. 20 марта 2016 года выходит третий баттл по просмотрам за всю историю Версуса. Противостояние блогеров Хованского против Ларина. Я не вижу твоей брокколи, но бульба в здании, я тебя породил, я тебя и убью! Ура! Где Юра нанес Диме сокрушительное поражение, показав рэп-скиллы во всей красе. Крутые панчлайны, разнообразные рифмы, дабл таймы, фортплеи. После баттла Ларин обвинил Хованского в том, что тот воспользовался услугами гострайтинга от Рики Эф. Юра и Гена информацию опровергали, да и от Ларина не было каких-то подтверждений. Однако репутация Рики Эф как первоклассного гострайтера сложилась именно после этого баттла. Впоследствии любого человека, который резко стал складно и хорошо читать рэп, стали подозревать в гострайтинге от Рики Эф. Дошло до того, что само слово гострайтинг стало ассоциироваться именно с Рики. Хорошим гострайтером считается тот, о чьей помощи в написании текста обыватели никогда не узнают. Пока об этом не расскажет или сам гострайтер, или тот, кто воспользовался данными услугами. И Гена хороший гострайтер. За все это время не было никаких сливов и доказательств в его гострайтинге. Все на уровне слухов. А два человека, которым помогал Гена, сами об этом рассказали, а именно Нежный редактор и Эльдар Джарахов. Из недавнего интервью Рики стало известно, что с гострайтингом он имеет довольно хорошие суммы. Плюс сейчас, помимо написания текста, ставит флоу, ритмику клиенту. В общем, создает трек под ключ. Как я и ранее сказал, хороший гострайтер отличается анонимностью. Поэтому, возможно, сейчас в топ-чартах есть песни, написанные Рики Эф. Пройдя отбор на второй фрэшблат, Рики сходу понимает, насколько мощная промо дает площадка. Поэтому максимально активизируется в плане выпуска клипов и синглов. Будучи в турнирке. Так его первый клип вышел ровно за день до выхода отборочного батла с MC Твой грех. После батла с Сином аудитория Рики стала расти в геометрической прогрессии. Людям интересно все, что связано с Геной, в том числе и творчество. Поэтому уже очень скоро пришли клипы-миллионники. Концерты по всей России салфей. Концептуальные релизы. Фиды с артистами новой школы. Со временем стиль Рики менялся. Из рэп-презентов он ушел в поп-рэп. Где вместо панч-лайнов и речитатива, куда важнее пение, звучание, вайп. Олдфагом Рики трансформация не зашла. Но кто-то открыл для себя нового исполнителя. Нельзя отрицать, что львиная доля слушателей Рики, как исполнителя, это поклонники его батлов. А раз батлов новых нет, то со временем цифры музыкального творчества пошли вниз. С момента финала второго Фрэшблада прошло уже 6 лет. Нет сомнений, что за всю историю ФБ Рики получил самый большой хайп и выгоду. Но в то же время Гена очень неохотно подкреплял данную выгоду свежими батлами. За 6 лет всего 2 батла, Гнойный и Гарри Топор, в конце 16 и начале 18 года. Если батл со Славой был вполне успешным, оба участника вышли победителями, то противостояния с Топором сейчас никто и не вспомнит. Многие фанаты батлов считают Гену переоцененным. Тут конечно спорно. Да и батлов было не так много. И многих противостояний нет в сети, и возможно это была просто вспышка. Но в то же время у Рики не отнять умение появиться и пропасть в нужное время. Появился он во времена рассвета батлов, а свалил всего через 3 недели после батла Гуфа и Птахи. И в глазах многих он остается легендой жанра и одним из лучших батл МС за всю историю. Как я и ранее сказал, последний батл вышел в 2018 году. 11 марта было 4 года. С миром батл рэпа Рики вновь соприкоснулся весной 2020 года, когда стал судьей семнашки. Все равно я вас не отличу, кроме Рэм Диги мне все по плечу. Это блядь. Шалун балун, нахуй, кроме Рэм Диги мне все по плечу. Все равно я вас не отличу. Горк Рид выглядит как парень из этой школы, ну такой, где учатся дети такие, очень все из богатых семей. И который этот, сбежал с уроков и такой, ебать, я сейчас про Рэм Дигу ебну. Ну, круто, круто, вообще, это, ну до сих пор работает вот эта хуйня, его вот этот выход из образа, потому что у него образ 10 лет закладывался. Интерес к новым клипам и трекам падает. Его последний сингл под названием Криоген вышел больше года назад. Это совместка с самим Бастой, однако по цифрам она проигрывает всему, что он выпускал ранее. Последний клип Карго был выпущен 3 года назад. В декабре прошлого года Рикки выпустил сниппет под названием Пепел. Судьба трека неизвестна. Из медийки Рикки также выпал. Он не появляется на шоу, на рэп-каналах. Что с ним сейчас происходит, неизвестно. В своей инсте 23 мая 2020 года, то есть 2 года назад, он написал, что готовит альбом. Возможно, сейчас Рикки всерьез занялся гострайтингом и продюсированием других артистов. Поэтому на свое творчество у него нет времени. У Галата была похожая история. Возможно, он готовит грандиозный камбэк. Возможно, Рикки хорошо кормит гострайтинг и писать для кого-то у него получается куда лучше, чем писать для себя. В любом случае, когда Рикки выйдет из спячки, мы все с вами узнаем. Ну а на этом все. Если вам понравился ролик, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, любите рэп и всем удачи!